Так и так, господа, всем доброго времени суток, вы находитесь на канале Deadline.ru, с вами Георгий и мы продолжаем наш летсплей по игре Blade & Soul, клинок и душа за нашего мастера кунг-фу. Сегодня у нас с вами на очереди продолжение наших сюжетных квестов и отправляемся мы с вами сначала в диковинный лес и затем на пост стража лежит наш путь. Любуемся красотами, как обычно игра действительно красивая, не перестаю этим восхищаться и такие очень жду Роктеры онлайн, там должно быть еще лучше. Так, значит, что у нас с вами здесь? Так, как у нас с вами дела с реакцией, но не то, чтобы больно хорошо, но ничего, вроде так, сеть более-менее не очень сильно подлагивает. Давайте попробуем с каким-нибудь охранником сразиться, например, вот с этим. Нормально, хорошо. Так, ну что ж, побежали на пост стража пока что, нам эти ребята не нужны временно. Надо чуть потише на отсутствие сделать, да? Это, наверное, вот так. Так, хорошо, вот один из семиких кустов. Так, хорошо. Нам с вами нужно будет отправиться в колодец и там пошуршать немножечко. Так, хорошо, значит, давай сейчас посмотрим для начала, что мы здесь можем продать у нас с вами есть. Ну, сейчас, конечно, с продажей дела плохи. Так, давайте. Так, ну хорошо, значит, в наградах нам дадут достаточно много всего интересного. Вот дестер рядом бегать. Активируется несколько синих кустов. Сейчас мы с вами возьмем то оружие, которое нам с вами дадут, мы используем не для ношения, а для прокачки того оружия, которое есть уже у нас. Причины я уже вам объяснял. Это обязательно нужно сделать. Да, ну просто красотка-то, собственно. Кто бы сомневался. Да, скоро там все узнают, так сказать, безусловно. Ужас, ужас. И что самое интересное, такие люди тоже есть в жизни. Хорошо, все сделаем. Понятно, что люди бывают красивые, некрасивые, но если уж ты не блещешь красотой, то не надо кричать всем, что ты красавчик. Это зачем вообще делается такое? Пугать тут. Пират аж напугал, на даже. Так, ну более-менее у нас получается. Ну, кстати, еще мастер-конку рядом. Вроде постарше. Судя по всему, у него уровень 6. Да, потому что, я смотрю, у него подсечка уже есть. Скилла, у нас сами пока что уровень 4, у нас ничего такого нету. Так, 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 так. Он бык бродит. Вот, товарищ этот нам тоже с вами нужен, по-моему, да. Хорошо. Все-таки подлагивает сеть достаточно прилично, так что будем достаточно часто промахиваться. Это моя сеть, все-таки я выяснил это. Проблема моей сети, а не сервака, к сожалению. Поможет, к счастью, секунду. Так, ну, как вы можете наблюдать, мы с вами достаточно много всяких плюшек подбираем. Поэтому таблички подбирайте и копите их. Они понадобятся у нас с вами значительно позже. Так, 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 нам с вами нужен еще один передовой охранник, вот этот. И что у нас еще? Еще уточек надо товарища уничтожать. Отлично. Не очень-то эти товарищи похожи на псов, честно говоря. Скорее-то... Вот в детстве все покемонов смотрели, что-то мне это покемонов очень напоминает. Одного из... Я не помню, конечно, как его зовут, называют персонажа. Но он очень напоминает. Что-то мне подсказывает, что именно с него его рисовали, или уж наоборот. Так, собираем таблички. Так, после того, как вы все это здесь соберете, вам нужно будет отсюда прибежать на этот склад и взять здесь сумку с душистыми растениями. И потом все это притащить тому товарищу, который нам с вами обещал... Сколько там? 290 единиц опыта. Мало, конечно. То есть здесь всегда дают очень мало опыта. Квесты выстанут связаны с гриндом, как я и говорил. Как правило, с гриндом. Ну, 90%, наверное. Ну, что делать? Так, мы с вами достигаем пятого уровня. Скиллы есть? Нет, обломайся, скиллов нет. Ладно, обойдемся без этого. Так, послание надо прочитать еще. А вот это вот задание, путь мастера кунг-фу, поначалу меня это задание очень смутило тем, что тут написано. Если вы валите по этой дороге, то обратно выйдет той же дорогой вы не сможете. Я никак не мог взять в толк, что это значит, по первости, и боялся все выполнять этот квест. Дотянул, достаточно долго тянул с этим. А зря. Какой доклад-то сделали? Это было чудовище настоящее об этой вот даме. Да именно тебя он и заметил, чудо. Так, ладно, оставим эту красавицу. Общаться сама с собой. Так. Там дали костеты, давайте прокачаем. Так, что-то маловато там с вами. Ну, в третий из возможных уровней из четырех, но что, все равно, мало, плохо прокачивается. Вот третий уровень, наконец, силотек 13-4. Уклонение 4 в смысле. Ну, будем прокачивать дальше, все хорошо пока что. В принципе, ничего плохого здесь и не может произойти. То есть, как я говорил, уже шанс заточки 100%. Поэтому вы в любом случае ничего не потеряете. Так, дальше у нас с вами будет лежать высший колодец. Вот сюда. Здесь можно просто стягануть вниз. И спланировать. Так. Ну, тут речь о том, что если вы встретите призрака Хона, то вы не сможете выйти той же дорогой, что и пришли. Меня это очень напугало поначалу. Я думал, что мы вообще в эту зону больше вернуться не сможем. А оказалось, нет, вполне можно. Просто нужно сначала дойти до конца этого данжа. Это, кстати говоря, грубо говоря, данж. То есть до конца этого данжа нужно дойти, затем уже идти к призраку Хона, вот направо. Так. Пока еще не изучил я, как эта штуковина атакует. Поднимаете ее, и сейчас бабахнем ей во вторую. С ними достаточно прилично ХП. Вот. И кидаем в одного из них. Один сдохнет. Вот так. Удобно, правда? Так, поднимаем, что-то у них есть. Все. Идем дальше. Двоих старайтесь не агрить, потому что нам... Ну, не то чтобы сильно достанется, но вообще привыкайте, что мы все-таки сражаемся с одиночницей. Сначала. Бросаем бомбочку. Один товарищ сразу. Умирает. Так, все поднимаем. Не забывайте все поднимать, все что есть. Так, ну здесь достаточно много уже народу. Так, еще какие-то кассеты нам дали. Очень хорошо. Ах ты, твое. Ладно. Эй, блок не сработал. Сильный микро-сеть подтормаживает. Ну, ничего. Ну, вот это, кстати говоря, то, о чем я говорил, да? То есть, играть за кунг-фу-мастера или за ассасина с плохим пингом, это вообще... вверх проблемы. Да хватит не замешаться. Так, ну все. Здесь зверям еще куча всяких вещей. И в том числе план, который нам нужен по кусту. Вот этот. Ну все. Здесь нам выпала, кстати говоря, вот еще нам скрижаль морского братства. Ну, я не вижу особо смысла ее надевать, потому что в любом случае лучше продать. Мы достанем на шестом уровне значительно более хороший скрижаль. Так. Так, ну хорошо, давайте продолжим пока что прокачивать. Денежки все еще есть у нас. По одной медяшке мы тратим. Хорошо. Так, еще одни. Ну, хорошо, до уровня 4 добрались. Сила так и до 15 подросла. Последним уровнем будет 5. В данном случае только до 5 можно улучшить предмет. Так, ключики. Ну мы тут много всего продадим еще, поэтому мы восполним эти потери. Так, открываем сундучок с сокровищами. Таблички также берем. Так, ну вот все, то есть здесь мы с вами все закончили. А вот теперь уже можно идти к сиеневому квесту Призрак Путихона. Это тренировка ваша, по сути. Сейчас, в принципе, сами все увидите. Заходим сюда. Это тренировочная комната. Посмотрим, что нас тут ждет. Наша задача использовать Молу с его воплощением. Вот таким образом. Раз. Это просто тренировка ваших умений. То есть это помогает вам лучше понять ваши скиллы. Это один из учеников, ребят. Пятый ученик. Или четвертый, точно не знаю. По-моему, пятый. Его ранили. Нанесли ему ту же сумеречную раму, что и нам. Но он все-таки выжил. Такие дела, друзья. Слава богу, выжил товарищ. Послание нам с вами пришлет с ростом нашего уровня. Здесь теперь выйти можно только через вот эту вот штуковину. На самом деле, она просто из колодца выбросит нас. Вот мы с вами оказываемся у входа в колодец. И можем возвращаться обратно на пост стражи. Здесь мы с вами все закончили. Заодно сейчас продадим кучу всяких мелочей, которые мы тут собрали. Это даст нам прибавку к денежкам. Нам с вами дают еще один кусок скрижали, который у нас сейчас с вами надето. Тренировочный скрижаль. Но в ней, правда, нет смысла. Ну, надевайте, конечно. Хотя, на самом деле, учитывая те статы, которые она дает, и то, что мы скоро ее заменим, я бы вообще ее продал, честно говоря. Просто снял и продал. Две лишних медяшки нам пригодятся на апгрейд оружия. Хорошо, не будем говорить чепухи. Такой не тот. Где бокалящий квот. Значит, что стоит продать? Естественно, перестань трепаться, подруга, ты меня перебиваешь. Так, значит, что продаем? Продаем, в принципе, да все можно продавать. Кроме ключей. Кирки можете продавать. Одну можете оставить на всякий случай. Она может пригодиться там по одному из, по-моему, квестов. Она будет нужна. Поэтому ладно, кирки оставим. Таблички, естественно, тоже оставляем. Амулет оставляйте. Вот этот молоток надо оставить. Нет, то есть не все. Вот таким образом. Оставляйте молоточек для ремонта. Оставляйте амулет отмены печати диковинного леса. Это понадобится для распечатывания оружия и доспехов, которые нам будут выпадать. До 20 уровня. Ключики обязательно тоже оставлять, они нужны. Позже покажу, почему, зачем. Дальше кирки оставляем, потому что понадобится порядок квестов. И таблички обязательно копите. Они тоже будут требоваться достаточно... Значительно позже они нам понадобятся. Если вы что-то случайно продали, то можно будет все выкупить вот здесь. Так, хорошо. Давайте теперь зайдем внутрь. Дальше кирки оставляем. Ну, хорошо, поможем, чем сможем. К тому же здесь опять же обновились синие квесты. Снова берем. Не забывайте. Этому чуду еще помощь нужна. Трудность перевода. Не развоплотить имеется в виду разбитие. Ну, разобрать на части. Так, это тренировка разбора предметов. Вот этот предмет берете. Нажимаете разбор. И жмакаете на предмет. Он разбирается. Вы получите либо хлам, либо элемент скрижали, который используется для объединения скрижалей. Мне на опыте я разбивал очень много. У меня в основном, ну, процентов 90, что выпадает хлам, как правило. Остальные 10% это действительно выпадает нужный порошок. Но это редко. Теперь он с вами рассказывает про объединение скрижалей. Также задача объединить их с помощью вот этого самого прашка тренировочного. Насчет разбора. То есть, естественно, поскольку каждый кусочек скрижали, любой скрижали, по-моему, который я пока что до сих пор встречал до 20 уровня на другом персонаже, кусочек скрижали стоит при продаже одну медяшку. Хлам, который получается этой разбивки, тоже стоит одну медяшку. Поэтому смело можете все скрижали, которые не используете, разбивать. Хлам продаете по той же себестоимости. А если выпадет порошочек, вы в плюсе. Все очень просто. Здесь, значит, соответственно, нажимаем усиление. Другую перетаскиваем. Наоборот, да? Да. Другую перетаскиваем и с помощью вот этого порошка совмещаем за одну медюшку. Вот таким образом. Так действительно можно протачивать скрижали. Другими скрижалями. Но не теми же самыми, что интересно. Так. Все. Теперь занимаемся улучшением оружия. Мы сами это делать уже умеем, но все равно сделаем. Ну, все. Что-то там болтать перестало, да? Может, ты глюк? Так, ну вот, мы с вами выучили еще один скилл. Удар головой, подавление и подсечка, да? А, и железный кулак еще. На шестом уровне достаточно много новых скиллов. Давайте-ка посмотрим. Так. Подавление на тап. При блокировании атаки и при контратаке. Можно использовать подавление. А что она делает? Можно узнать? Непонятно, что делает. Ладно. Посмотрим. На 3 секунды накладывают подавление. А что вот это такое? Я не могу, честно говоря, пока сказать. Не знаю. Посмотрим. Так. Удар головой тоже на единицу. Если противник в захвате, восстанавливает 5% хп. То есть, возможно, что подавление это и есть захват. Значит, подавление и потом удар головой можно использовать. Да? Нанесет урон и процент хп восстановит. Но неплохо. Так. И железный кулак. То также, если противник в захвате. 188, 226. Огромное количество единиц урона. И подсечка на троечку. Повтор через 18 секунд. В 3 метрах в передней полусфере работает. На 2 секунды опрокидывается. Нанесением 20-24 единиц урона. Может быть тренирован. Да? Как и предыдущий наш стил. Так. Ну что ж. Хорошо. Неплохо. Будем осваиваться. Мне нравится. Как раз у нас есть что-то на уничтожение, по-моему. Да? Что у нас тут? А. Собрать бонжи с деревьев. Ну, смотрите. Значит, подсечка у нас вот так выглядит. И отказываться будет достаточно. Долго. Подавление. Взрывной кулак будут, соответственно, подгружаться позже. Когда противник будет находиться в необходимом нам состоянии. Так. Сейчас активен вместо подавления. Должен быть активный молот. Да. Используем контратаку. Подавлять чего-то нельзя. Так, немножко не понял. Хорошо. ПД. Да. Подавление у меня пока что использовать не получается. А почему? Подавление. Приблокировании атаки. А, при блокировании. Может быть сюда контратака не относится. Нужен именно блок. А также при оглушении или сбивании с ног. Соответственно, с подсечкой должно работать. Значит, давайте соберем вот это бонжо отсюда. Появится противник. И на нем попробуем подсечку. Вот на этой штуковине. Так. Да. Подавление. Ага. И можно вот использовать вот таким вот образом. Все. Все ясно. Разобрался. Значит. Поэтому используйте подсечку. Затем. Зажимаете подавление. У вас появляется умелки на выбор. Либо очень высокий урон. Либо урон с восстановлением ХП. Причем подавление повторяется не сразу. Как вы можете наблюдать. То есть сейчас можно попробовать еще разочек. Пробовать первый скилл вместо этого. Вот таким образом выполняется. Противник за это время успевает встать. То есть какой-то один из скиллов мы с вами можем использовать. Возможно, что после прокачки ситуация изменится. Но пока что вот так. Далее у нас с вами дорога лежит в крематорий. Давайте туда отправимся. И на этом, я думаю, что будем нашу текущую серию заканчивать. Мы с вами прокачались до шестого уровня. Пока что прокачка идет достаточно быстро. Дальше будет медленнее. Не переживайте. О, кстати, еще один противник. Другой уже можно попробовать на нем. Да, хорошо. Он так кулаками его избивает. Это железный кулак. Все, хп сносится. Мощная атака, ничего не скажешь. Так, вот теперь вот что касается вот этого места. Вот здесь, вот на этом месте, постоянно респается босс. Называется Бессмертный Ганди. Респается буквально раз в 2-3 минуты. Его сразу же выносят и ждут следующего появления. Выносят, ждут следующего. И т.д. и т.п. Для чего это делается? С него падают от 1 до 3 сущностей Ганди, которые можно использовать на рулетке, которая находится вот здесь наверху. За эту рулетку вы получаете фиолетовые орудия, то есть фиолетовое оружие, а также фиолетовые доспехи. Скрижали, я имею в виду. В том числе есть шанс выбить с него головной убор и костюм. Мне костюм выпадал очень редко всего один раз. Вот он, Ганди. То есть после этого мы с вами можем приступить к атаке. Так. Естественно, месяц он группой. Ну, сделали захват, отметилили. Спротивляется, зараза. Все. Если вы достаточно надамажили, то вам выпадет от 1 до 3 сущностей Бессмертного Ганди, которая подбирается просто. Я вам очень настоятельно рекомендую вот здесь задержаться надолго. То есть вот в этом месте. Стоите и вместе с группой. Не надо вступать ни в какую группу. Там есть столбик поиска группы, вон там. С помощью него можно найти группу на этого Ганди. Но смысла нет. То есть просто подходите, выносите, и так повторить х раз. Ну, лучше всего, допустим, чтобы вы собрались сущности 30 хотя бы. Сущности Ганди выглядят таким вот образом. Штук 30 соберете, когда? После этого уже можете идти играть на рулетке. Рулетка беспроигрышная. Ну, не богом. Рулетка беспроигрышная. То есть вы в любом случае выиграете. Вопрос только в том, что вы выиграете. Вот, зараза, увернулся. Блин, очень трудно понять, когда и кого он атакует, поэтому я тут контратаки вообще не вставлю. А, пожалуй, зря. Так, все. Вот еще две штучки бессмертного Ганди нам с вами выпало. И так далее. То есть стоите вот здесь и долго-долго-долго-долго-долго-долго метелите этого товарища. В следующей серии я... Давайте с вами сейчас будем заканчивать. Следующую серию мы с вами начнем отсюда же, когда я наберу достаточно количества этих сущностей, штук 30-40. И потом мы с вами уже посмотрим, что такое рулетка. Зайдем туда, наберем кучу квестов, так что не расстраивайтесь. Нас с вами очень даже будет чем заняться. Это одно из самых интересных занятий, вот здесь наверху в рулетку играть. Поэтому я думаю, что нам с вами будет интересно. Так, друзья, я благодарю всех за просмотр. Я надеюсь, что вам нравится наш летсплей. Обязательно не забываем подписываться на канал, кто еще не подписался. Обязательно ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы. И до новых встреч на канале Deadline.ru